Добрый день! В этом видео я хотел бы рассказать о таком кубоиде, как 4х4х6. Коробочка от него у меня не сохранилась, да и не было ее никогда. Этот кубоид был приобретен совместно с частью коллекции Ивана Цикова, и там все головоломки были без коробочек. У меня лежит давно, но вот недавно было обсуждение о том, как бы его лучше собирать в сообществе спидкуберов. И я его покрутил, кое-что для себя здесь обозначил, и в итоге удивился, как же легко он собирается. До этого я его собирал только один раз, и причем не перемешивал с изменением формы, а в нем такая функция доступна. Я его собрал, поставил, собрал наверняка очень нерационально, неэффективно, и надолго про него забыл, так как постоянно выходит много новых головоломок. Ну вот я его покрутил, и интерес вернулся. Ко мне пришло полное понимание, как же лучше его собирать. И перед тем, как записывать подробное обучающее видео, я решил вот такое обзорное сделать. Фактически это не анбоксинг. Коробочку я не покажу, разве что вот на картинке. А чем-то похоже на упаковку от этого кубоида. Ну, здесь Том Зетт и Келвин. Келвин пазл. А вот здесь вот уже вряд ли заметно, но выцветший логотип Келвин. Мы знаем, что от Том Зетт есть еще кубоид 3х4х5. Он был вместе с МФ-8 сделан. Такой же несимметричный кубоид есть 2х3х4. И вот эти два я пока не собрал. Возможно, к тому моменту, как вы увидите видео про это кубоид, я с ними уже разберусь. Потому что выпускать я буду вряд ли скоро. Ну, вот эти 2х3х4 и 3х4х5 кубоиды пока мне не поддались. Но когда-нибудь и до них руки дойдут. Вот 3х4х5 вращается очень хорошо. Который поменьше похуже. Но здесь и наклейки Том Зетт я не вижу. То же касаемо этого кубоида. Не так много кубоидов с размерностью 4х4. Да, есть 4х4х5 от компании АИ. Есть такое же 4х4х5 от Кэлорин и Том Зетт. Но они разные. То есть, если АИ это кубоид, который не может потерять свою форму. То 4х4х5 от Том Зетт это просто, как я понимаю, обрезанная шестерка. То есть, одного слоя нет. И вот так же там будет происходить изменение формы. Ну, насколько я понял по картинкам. Есть кубоид, конечно, еще более широкий. 5х5х4 от того же АИ. Ну и 4х4х3. Наверное, уже видели. Мое видео. Такой более коллекционный. Пазл несложный. Хотя с интересными паритетами. Впервые выпущен 4х4х6 от Том Зетт был в апреле 2012 года. Если я нашел правильную информацию. Это очень старая головоломка. Накрутится вполне приемлемо. Учитывая, в какое время она была выпущена. Крутится получше, чем АИ. Хотя они, наверное, ровесники. Выпускалась в черном и в белом пластике. Только с наклейками. Еще на базе этого кубоида делали всякие фишер-версии. То есть фишер 4х4х6 и его модификации. Способность менять форму и возможность делать полноценный пиф-паф. Сделали сборку этого кубоида проще. Хотя изменение формы и пугает. Здесь я хотел бы записать полную сборку. С небольшими объяснениями. Не очень подробно. Но так, чтобы самому не забыть. Ну и для интересующихся был полезный материал. Можем заметить, что если сделаем один поворот на 90 градусов. Можем вращать дальше. Но вот этот крайний слой. Он уже становится неподвижен. Поэтому, чтобы лучше перемешать элементы. Надо сначала, как следует, перемешать без изменения формы. Двойными движениями. Двойные движения такие вот вдоль. А здесь можно и на 90 градусов. Поэтому мешаем без изменения. По сути, это четверка с нарощенными слоями. Сверху и снизу. Цветовая схема здесь стандартная. Ну, раньше на белом пластике вместо белого цвета делали черный. Это единственное изменение. Вот, более-менее перемешали без изменения формы. И теперь поворачиваем. Так вот, по 90 градусов. И перемешиваем, как обычную четверку. Как душе угодно. Слегка поскрипывает. Ну, вот я сколько сборок сделал. Вроде ничего не вылетало. Добавлял сюда мару. Сильно ситуация не поменялась. Вращается. Вроде достойно. Ну, можно, конечно, и лучше. Почему я решился все-таки записать видео про такую старую головоломку? Потому что она еще продается. Стоит она, конечно, больше 2000. Даже в России можно найти. Не во всех магазинах, но где-то есть. Вот такой получаем мы кубоид. Красив. Немножко перемешаем. И вот. Обычно на всех кубоидах, а базовые, это, конечно, 3х3х5, мы начинаем со сборки среднего слоя. Но тут головоломка четная. И средний слой отсутствует. Ну, или можно считать, что их 2. Я случайно так и обнаружил для себя. Первый раз я собирал не так, что здесь можно просто собрать центры. Как на обычном 4х4. Причем первые сборки я делал, начинал с красного и оранжевого центров. Так как они выступают. Но приходилось думать, в каком порядке остальные собирать. Вспоминать цвета. Как-то ориентироваться. Я всегда продумываю, как сделать это настолько просто, чтобы в обучающем видео было все гармонично и опиралось на предыдущие знания. Ну, а в методе для начинающих мы сначала собираем белый и желтый центры, а потом все остальные. Здесь можно сделать так же. Вместо белого у нас черный. Поэтому я черный соберу. Да, можно собирать центры в любом порядке. Это ничего не поменяет. Ну, просто чтобы не путаться. Соберем в простом порядке. Чёрный есть. Собираем жёлтый. Так, кстати, может строение увидеть. Кому интересно. Сразу скажу, что удобный способ не работает на 4х4х5. Здесь есть средний слой. Его надо собирать. И легко центры, как здесь, не собираются. Ну и 5х5х4 по тому же принципу. Про них видео я тоже сниму. Не знаю, когда. У нас делаем. Так, что у нас тут? Жёлтый дособираем. Так. 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 Ну, получилось два центра. Чёрный и жёлтый. Дальше собираю синий. Синий. Дальше красный, выступающий. Дело никак не меняет то, что он выступает. И зелёный с оранжевым. Соберутся одновременно. То есть здесь этот процесс происходит даже проще, чем на шейпмодах 4х4. Там что-то ориентировать нужно. Переставлять элементы последних центров. Здесь всё просто. Вот центры собраны. Проверяем порядок. Чёрный, синий, красный, зелёный, оранжевый, жёлтый. Всё вроде правильно. А далее просто собираем ребра, как в 4х4. Но я соберу фрисвайсом. Ну, а так можно использовать абсолютно любой метод для сборки. Здесь чисто для удобства я оранжевый и красный центра располагаю сверху и снизу, чтобы они меньше выпирали. Можно так не делать. Так. Зелёно-жёлтое и зелёно-жёлтое ребро. Объединяем. Синий, оранжевый. Объединяем. Заменяем. Какой-нибудь. Нет хорошего. Ну, заменим на что угодно. Я просто здесь заметил зелёно-чёрное, зелёно-чёрное. И центры восстановились, поэтому можно сделать вот так. И собрать зелёно-чёрное. Дальше синий, жёлтый. И тут синий, жёлтый. Собираем. Ага, я ошибся. Синий, жёлтый. Это не ребро центральных слоёв. Это второй слой сверху. Ошибся. Ничего страшного. А нет. Вот нужное. Да. Вот те, которые нужны. С подвижением было зря. Значит. Развернём вот так. Вот у нас. Синий, жёлтый. Ребро. Дальше. Сверху два несобранных. Ничего хорошего не вижу. Посмотрим с другой стороны. Вот. Зелёно-красный. Соединим вот с этим. Раз, два, три. Четвёртый вот осталось. Жёлто-оранжевый. Соберём его. Так. Есть. Здесь четыре ребра собраны. Здесь ещё парочка несобранных. Ну и дособираем, что можем. Здесь важно понимать, что вот на эти элементы пока внимания не обращаем. Если ребра длинные, то мы смотрим только на эти цвета. Эти соберутся потом. Знаете, часто сами собой собираются. Но надеюсь, здесь не получится, чтобы показать всё-таки процессы сборки. Так. Три, четыре. Вот здесь собрано, а здесь неважно. Восстанавливаем центры. Раз, два, три, четыре. Тут ещё парочка собрано. О, на удивление, у нас собрались все ребра. Но, если этого не произошло, просто собираем до конца. Дальше. Дальше мы собираем средний слой. Средний будет, вот, зелёный, чёрный, жёлтый, синий. Ну и соответствующие элементы. Так. Здесь уже хорошо стоит. И его оставим. Вот у нас вырисовывается средний слой. Ну, из двух слоёв. Дальше. Зелёно-жёлтый. Элемент. Вот здесь. И синий-жёлтый. То есть здесь уже, как в 3х3х5, собираем средний слой. Хорошо. Вот что-то получилось. Дальше продолжаем, как в обычных 3х3 кубовидах, собирать элементы. Но для начала мы будем их ориентировать правильно. Мы видим, что здесь вот палка, здесь недопалка. Да, и если на кубовиде 3х3х5 и подобных такая ситуация невозможна, то на четырёхслойных, а именно на 4х4х6, такое может быть. Так как здесь возможен OLL паритет. Для начала давайте здесь соберём. Здесь палка. Стандартным алгоритмом ориентируем элементы. Пока не обращаем внимания, что есть красный, есть оранжевые элементы. Это неважно. Удачно здесь восьмёрка. Просто дособерём. Так, что-то я не в ту сторону покрутил. Один момент. Так, ну получилась уже не такая удачная восьмёрка, я ошибся. Но тем, наверное, и интереснее. Пока так оставим. Здесь. Для начала нужно развернуть одно ребро. Для этого мы выполним алгоритм облабритета для 4х4, причём в самой стандартной скоростной сборке. Rv, O2, перехват, X, Rv, O2, Rv, O2, Rv, O2, Rv, O2, Rv, O2, Rv, O2. первый штрих мы получаем здесь уже какую-то палку а я не буду делать алгоритм который соберет сразу всю грань то что он не соберет поэтому смысла нет сейчас увидим почему обычный фронт пиф-паф делаем и вот что у нас выходит один углу неправильно ориентирован такого на трешки не бывает но на кубой вдох и три на три на пять и выше и на этом тоже есть чтобы это исправить мы должны на эту грань поместить пару углов которые правильно ориентированы вместо вот этой пары углов для этого мы с хитрым способом так вот поднимем и вот эти два угла куда отправим на вся грань полностью собранная ну а здесь остался стандартный ойл алгоритм левая рыбка и решим все все элементы ориентированы далее можно до собрать вот эти центральные элементы осталось немного но и обычно оставляю это на последний этап а пока собираем красный крест красный то что на выбор красный оранжевый я выбрал красный для этого я постараюсь максимально собраны вот эти центральные полоски сюда уже поставить чтобы к этому месту не возвращаться ищем снизу красные ребра так зеленого нет с черного начнем вот уже собраны но здесь поход такого и не выйдет взяли бы что-то подобное опускаем место подставляем возвращаем ну чтобы средний слой не разрушился один уз креста готов дальше что у нас красный есть желтый красно-желтый опять удачная полоска собранная готова что снизу появилась синий вот на синий так это был оранжевый не тот вот красный готова и остается зеленый но для чистоты эксперимента я соберу зеленый вот такой кривоватый сюда специально проигнорирую как будто его нет чтобы интереснее было вот осталось на что здесь кривой пока про это забудем и собираем уголки как на обычных кубоидах так у красные углы все внизу вот два нужных уголка внешнего и внутреннего слоя отправляем вот сюда стандартным алгоритмом r2u стрих l2u r2u стрих l2u стоят хорошо так дальше такого нет вот это должен быть вот два нужных их можно конечно по отдельности отправлять но нам везет есть пофарно так пара углов есть дальше такой-то угла нижнего элемента нет ну вот начинается веселья для каждого из этих уголков нужный элемент находится вот здесь в чем не на своем месте проще всего выбить какими-то ненужными элементами отсюда поступим тем же алгоритмом и отсюда элементы вышел сюда остается его найти так какой-то был этот синий желтый и вот уже два нужных можем сразу сюда поставить так ну и последние пару уголков вот они все нас вот нижняя часть он переворачиваем основе ценишней все особенно кроме вот этого элемента а здесь неправильных элементов может быть больше но я специально оставил хотя бы один чтобы показать как с этим потом бороться после этого мы собираем уголки верхних слоев с оранжевой стороны видим два элемента которые стоят правильно на каждом слое располагаем их слева и делаем теперь максимум можно два раза делать теперь если бы на каком-то слое глаз таких не было пришлось бы повторить дважды р 2 у р 2 у штрих р 2 у штрих д р 2 у штрих р 2 у р 2 до ворот д штрих здесь у что получили все углы собраны особенностью кубойда является то что алгоритм обычного паритета пилл из 4 на 4 здесь работает его можно применить как для верхнего слоя так и для двух верхних слоев одновременно но тот базовый алгоритм мне пока не удалось наверное не получится модифицировать так чтобы представлялись элементы напротив только на втором слое для этого есть другие алгоритмы уже известные но я вот пробовал не получилось не работает если бы только два верхних элемента либо на двух слоях эти верхние элементы так что смотрим если паритет на верхнем слое здесь то противоположные противоположные эти да на верхнем слое есть паритет давайте его сразу решим посмотрим есть ли смысл делать перестановку на втором слое вроде бы нет смысла ли такой перестановки тут вот ребра на месте вообще поэтому делаем обычный паритет r2 у 2 r2 у в 2 делаем тремя слоями r2 это внутренний слой еще раз еще раз так и у нас получился обычный юперму на верхнем слое решаем базовым алгоритмом для кубоидов конечно и вот что у нас осталось для средних слоев мы видим кстати вот из того что мы делали алгоритм паритета наверное на свете уже две точки здесь остались поэтому наверное есть смысл оставлять напоследок ну я по крайней мере буду делать так вот нам осталось собрать 5 маленьких центральных элементов и будем это делать мы достаточно легко мы умеем перестанавливать три элемента на одном слое по часовой либо против часовой стрелки если мы черный переместим сюда будет бесполезно желтой сюда тоже а если зеленый переместим сюда будет хорошо желтый переместим переместим мы его на правый ади зеленый слева стоит а здесь правой но мы это легко решим если я подвернем сюда вот этот элемент вот этот будет сюда этот сюда а вот этот вот сюда у нас три элемента встанут на свои места если нам нужно переместить правый элемент вращать будем левый внутренний слой делаем обратный юперм через один слой то есть мы делаем f2 движение сразу d r2 d штрих м2 одним слоем d r2 d штрих и здесь необходимо еще средний слой повернуть f2 отменяем этот сеток move что получаем получаем что три элемента встали на свои места и два осталось ну если мы вот это так повернем то получим стандартную паритетную ситуацию где нужно переставить два элемента как она решается мы сдвигаем кстати тут левый перемещать надо двигаем и выполняем остаток от юперма ходы f2 f2 сокращаются поэтому средний слой d правый d штрих средний d правый д штрих отменяем вот это движение и сетапов и все убой собран принципе я здесь показал все разнообразие которое здесь может быть чего-то более сложного но только больше разрозненных элементов может быть вот так достаточно не сложная головоломка но это если уметь решать 4 на 4 и различные кубоиды друзья к нему осознанно приступил уже после того как собирал 3 на 3 на 17 от vtd так что здесь проблема нет вращается удовлетворительно я думаю с новой моделью можно там ее притереть смазать все будет лучше и вот моя старенькая ивана цикла как-то еще вращается буду конечно записывать в будущем подробное обучающее видео но если выпускать туториум постепенно то очередь до этого дойдет очень не скоро так как я планировал по крайней мере начать самых маленьких больше 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 и уж только потом 4 на 4 переходить но посмотрим как пойдет а пока головоломка продается хотите чего-то интересного но не очень сложного то вот кубоид 4 до 4 на 6 вполне рекомендую пусть не очень дешево но доступно а на этом у меня все всем спасибо всем пока